Детская школа Вы знали, что живопись появилась уже очень-очень давно, когда первый человек впервые что-то нарисовал на камнях в пещере. А в Китае от этого берет свое начало и китайская каллиграфия, которая тоже появилась вместе с первыми рисунками. Есть очень много художников, которые рушили стриотипы и достигали мировых вершин. Часто ли ваши ученики рисуют по своему стилю? Да, конечно. Все занятия в нашей школе построены с учетом психологических особенностей детей. Мы следим за тем, чтобы в нашей программе был баланс между творческим выражением ребенка и обучением. На наших занятиях мы рисуем в непривычной для нашей среды технике рисования. При изображении рисунков мы используем смесь восточной живописи и восточного мировоззрения о связи пяти первоэлементов усин. В нашей живописи всего пять движений, каждое из которых соответствует определенной стихии, а еще является проявлением личности человека. Почему вы решили привезти ребенка на рисование? Так как мы воспитываем ребенка свободу выбора, ему было сделано предложение посетить мастер-класс в этой школе. Он пришел, ему понравилось, и вот он остался на этот сон. В нашей школе есть некоторые принципы взаимодействия с детьми, которые помогают ребенку лучше раскрыть себя и поверить в свои силы. Наша задача не только помочь ему научиться рисовать, но и помогать понимать себя. Почему ты решила учиться рисовать? Когда я вырасту, я буду художником. Что из того, что вы рисуете, тебе больше всего нравится? Цветы и животные. Как тебе сегодняшний день? Понравилось? Конечно, живопись это очень интересно и полезно, а китайская живопись тем более. Я думаю, что каждый может открыть себе этот невероятный талант. С вами была передача «Дети в городе» и ее ведущие Арина и Валера. Не сидите дома и всегда находите для себя новые занятия. Учитесь и развивайтесь.